Зарождение молодежных традиций и их продолжение в настоящем уже следующими поколениями. 105 лет со дня основания комсомольской организации отметили сегодня в Бресте. Торжественные мероприятия начались с праздничного митинга у памятника защитнику Брестской крепости Алексею Наганову и продолжились в театре драмы. Гимнастерка Алексея Наганова – символ мужества и стойкости. Найдена в 1949 году в Бресте при расчистке завалов у Тереспольских ворот. В нагрудных карманах лежало удостоверение личности командира и комсомольский билет. Когда он погиб, защищая крепость, ему было 26 лет. Имя Алексея Наганова стало знаковым для всех комсомольцев на долгие годы. Торжественный митинг, посвященный 105-летию комсомола, в Бресте также провели у памятника Наганову. Ветераны комсомола и современные преемники, активисты БРСМ в унисон говорят – счастливое будущее можно строить только с памятью о прошлом. Обширную работу проводим по патриотическому воспитанию молодого поколения и по сохранению исторической памяти. Одним из таких проектов является проект «Цифровая звезда», в рамках которого происходит оцифровка памятных мест. И очень знаково, что сегодняшнее мероприятие началось именно около памятника Алексею Наганову, защитнику Брестской крепости. Ведь именно здесь была установлена первая табличка с цифровой звездой в городе Бресте. Сегодня в области в рядах БРСМ около 50 тысяч молодых людей, которые продолжают лучшие традиции комсомола. Одна из наиболее ярких общих страниц – это студотрядовское движение. Евгений Карпик с гордостью вспоминает прошлое и делится достижениями в настоящем. В прошлом первый секретарь Драгедии скорой рекламы комсомола, потом второй секретарь ЦК Белорусского союза молодежи, секретарь Центрального комитета БРСМ, потом командир Республиканского штаба студентских отрядов. Мне очень приятно, что это движение получило хорошее развитие в нашей стране. Тем более у нас колледжи наши. Недавно приехал отряд садов на электростанции, где наряду со всеми студентами высших учебных заведений было только два колледжа, из них один наш. Гости торжественного мероприятия подчеркивают, что те, кто был комсомольцем, до сих пор хранят комсомольские билеты. В фойе театра драмы, кстати, тоже имени ленинского комсомола, по случаю праздника организовали тематическую выставку. Яркие воспоминания молодости остаются навсегда. Нравилась организация. Мне нравился комсомольский билет. Очень. Нравился мне комсомольский значок. Практически я его не снимала. А когда в 16,5 лет закончила школу и стала старшей пионервожатой, то и пионерский галстук, конечно, я не снимала ни одного дня. Это было мое. Представители молодежных движений разных возрастов продолжили беседу в диалоге поколений. Заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук передал поздравления присутствующим от главы региона Юрия Шулейко, а также рассказал о главной молодежной стройке страны. Выездили на БАМ. У нас будет в ближайшее время очень тоже мощная стройка. Она уже будет начинаться в первых числах ноября. Это строительство патриотического центра. Буквально приступим к строительству очередного этапа. Это будет у нас помещение для проживания непосредственно нашего молодого поколения, которое будет проходить обучающие курсы. Затем будет спортивный этап. Финансирование со стороны главы государства, поддержанного 50% от республиканского субботника, направлено на строительство патриотического центра. В рамках мероприятия ветеранам комсомола и нынешней молодежи также вручены грамоты и благодарности от Брестского областного исполнительного комитета и областного совета депутатов. Вероника Яковец, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Врест».